Поздравляю вас с наградой! Я рад, конечно. Я благодарен и жюри. Благодарен левадовцам, без которых, естественно, моя работа была бы невозможной. Мне хочется немножко пожелать больше внимания, сложности жизни и руководствоваться не только собственным пониманием, а еще вникать в то, что пишут, то, что интерпретируют социологи. Не все социологи, но, по крайней мере, вдруг серьезных социологов, так скажем. И мне очень хочется, мне обидно, действительно обидно, что не прочитан левадовцам, что такой ум, он вытеснен на периферию, и его уважают, без слов. Им клянутся. Но, вообще говоря, его не знают, и он не прочитан. Я хотел бы, чтобы его читали, чтобы его преподавали в университетах. Он заслуживает этого, потому что эта фигура крупнейшая. Его трудно читать, действительно. Он не дает надежды. Но зато он дает понимание. Это понимающая социология. А что, ваши данные действительно не дают никакой надежды? Вы сказали во время выступления, на церемонии, что тебе ресняк сложный, да? Возможности всегда есть. Возможности возникают. Но неготовность к обществу, причем наиболее продвинутой, как бы, части общества, принятие этого, вот сопротивление этого, иллюзии, когда выдаются собственные оценки за понимание реальности и не принимаются во внимание другие люди. Вот мне кажется, это главный недостаток, порог, если хотите, нашего индивидуального сообщества. А в чем просвет вы видите? А? В чем вы видите просвет? Возможный. В том, что все-таки какое-то движение есть. Оно медленное. Оно очень противоречивое. Очень часто возвратное. Молодое поколение не лучше предыдущего, к сожалению. Оно более техничное. Оно более коммуникативное. Оно знает языки. Но оно утратило какие-то очень важные вещи, которые были в позднесоветское время, вот в том кругу, который думал тогда. Это существование в науке как в сфере свободы. Вот этого нету сегодня. Мне это грустно. Серьезно грустно. Есть сильнейшее сопротивление против сложности. Сложности жизни. Сложности, связанные с культурой насилия. То, о чем я говорю. Этого нету. Что-то вы ничего про светлого не сказали. Я имею в виду, что нет никакой надежды, получается. Есть соблазн надежды. А вот... Даже какая-то активная часть общества вас все равно не радует, да? Она дает какие-то основания, но я боюсь, что она не готова. Как всегда, она опаздывает в отношении к событиям. И то, что, вот скажем, произошло в последние месяцы, для большей части вот этого сообщества, казалось не готовым. Я это и про себя говорил. Я был, могу сказать, несколько самоуверенным. Мне казалось, что я знаю массовое настроение, но мне не хватило ресурса для понимания мотивов самой власти. Есть ценностные барьеры нашего понимания. Это дефект. Я отношу это к себе тоже. Мне кажется, что это... А что вы скажете про Украину, про отношения россиян сейчас к Украине? Какой сейчас рейтинг, как бы... Остыдное. Остыдное отношение. Вот единственное, что я могу сказать. Спасибо. Поздравляю вас еще раз.